поэтому я считаю что если тебя не просили приезжать и оказывать услугу то нехуй приезжать и строить свои больницы право сильного наводить свое христианство возводить возможно вот блять вот мне может нравилось идти в соседнее племя и убивать какого-нибудь пидараса отрезать ему голову чтобы мне дали жениться я просто смотри вот как тебе нравилось как тебе нравилось отрезать кому-то давай точно так же кому-то понравится как один из странно еще раз говорить и unser кому по стану 具 вложил бы туслу его не спрашивал захотел он этого или нет точно так же как тебе в межплеменной войне нравилось кому то отрезать головы точно также пришли люди которые сильнее тебя они взяли захватили твою страну они тоже у тебя ничего не справился а его культурно единиц построили отеляqi право сильно ну блять это плохо по праву сил cautel тендежек подожди когда ты по праву сильного отрезал голову соседу это было хорошо когда по праву сильного тебе голову отрезали это почему-то плохо это будь последовательна моя культурная традиция которую я это и культурная традиция всех захватывать а вы его мне заменили приехали поставили церковь заставили меня ее строить поработили хлистали меня кнутом я ее построил для того чтобы по воскресеньям и молиться а мне нравилось резать головы я не просил вас учить меня вот этим вашим блять белым блять ёпта этим ты ты просто такой как бы снисходительные что мы пришли вас что ты делал в рамках своей культуры ты делал по праву сильного те люди которые пришли завоевали твою страну они тоже руководствуются правом сильного частью культурного кода твоей страны являются твои там не знаю песни отрезание голов и прочее а частью их культурного кода является плавать по всему земному шару и всех и всех завоевывать но они лишили меня всего что у меня муж слабый это так работает если ты слабый тебя пиздит закон природы ну тогда все-таки наверное ежи ракеты раз ты к этому подводишь нет ни больницы не дороги наверное ракеты знаешь не хочу вот ты так описываешь это спасибо не надо очень вы тут построите дороги все но блять как то все таки не хочется есть есть одна страна в современном мире хочется чтобы ни один пидор мне не указывал отрезать мне головы по моим традициям есть одна страна в современном мире которая выбрала именно такой путь вот как ты сейчас описываешь эта страна называется северная корея не но они не хотят чтобы их никто завоевал все выбрали такой путь ни сша не россия не северная корея не даже турция с эрдоганом не хочет чтобы кто-то лез в их сраные дела и указывал им как жить это любой стране присущий не знаю почему ты северную корею привел никто не там северная корея максимально от от всего мира как бы анально огородилась и даже венесуэла чувак никто венесуэла нет ракет поэтому им пиздец вот собственно так что я если ты слишком слабый у тебя нет никаких ракет но тебя завоюет просто это так работает но даже если у тебя есть ракеты и ты не даешь никому себя завоевывать все равно ты может быть в жопе как северной корея потому что сам не состоял я играю в цивилизацию пятую как так и есть с лёшей халецким а я наоборот это что я действительно блять в этой компании вызываю к идеалам гуманизма блять мне это не свойственно но тем не менее ты говоришь что допустимо уничтожить полностью по праву сильного культурной особенности целой цивилизации а то и не одной не то что допустимо или недопустимо это происходит в больнице блять ёпта и всякую эту инфраструктуру дороги ты а можно даже этого не делать можно уничтожить все бездорог я еще раз говорю это не то что допустимо или недопустимо это просто происходит по факту коммунистов каких-то момент других короче я понял ты презираешь коммунистов которые насиловали свой народ но одобряешь когда насилуют чужой народ тебе как это естественнее знаешь ну ты такой я за изнасилование но я никогда бы не стал насиловать свою телу я насилую чужих телок да это нормально по праву сильного блять чувак ну ты жестокий диктатор я тебе никакую власть вообще нельзя доверять ты не меритократ я не занимаюсь политикой как бы и политическую карьеру не делаю поэтому у меня нет политических амбиций я и не собираюсь ничем управлять я я понимаю что мне вполне устраивает место в структуре социума который я уже занимаю поэтому у меня нет желания что-то кого-то завоевывать ну блять но ты при этом спокойно относишься когда кого-то завоевали блять ну это просто факт этой строили вам больницу и спасибо скажите да ну да а то могли бы и не строить типа знаешь пришел я к тебе отпиздал тебя трахнул твою женщину оставил печенье арео блять на столе и ты такой спасибо белый человек пришли и принесли мне арео в мою унылую а то и без печенья обошлось бы а то да могло и без печенья а кстати ты знаешь что в малайзии они на ой не в малайзии прошу прощения на филиппинах на филиппинах они на полном серьезе гордятся тем что вот генеалогию когда исследует свою что типа вот там прапрапрапрабабушку изнасиловал португальский миссионер типа вот какое какое счастье то есть действительно такое есть я думаю там с родословными также как и в россии платишь деньги те находят что что нужно типа шлёдлой бабку изнасиловал генетический анализ делают и типа там выясняется что там какая-то какой-то процент европейский а как доказать что бабка не отдалась это даже несущественно на самом деле в генетике какой-то волшебный ген изнасилования чтобы определить то бабка сама легла под португальцем пока твой дед пьяный лежал или все-таки как-то по-другому было блять это несущественно на самом деле главное что они этим гордятся очень сильно то есть там есть элементы очень сильной позитивной дискриминации европейских людей такие дела вот видишь юра в каком жестоком мире ты живешь любая дискриминация позитивная негативно это отстой все должны быть при равном мы не на твиче и право на свою культурную генетичность ну конечно с отрезаниями голов такой перебор но все-таки ты не знаешь во чтобы это превратилось со временем может они бы на отрезались головы не они просто там работа еще дело у них дело в том что в какой-то момент у них происходил очень отрицательная демографическая динамика именно среди малайских племен и там ну реально они могли все просто друг друга перебить как я вообще в целом и про африку и про южную америка и в африке то же самое понимаешь про северную америка ты не можешь знать нет северная америка там я там всех всех пиздошили направо и налево именно по причине того что у них был были свои как бы мощные цивилизации которые сопротивлялись там все всякие войны объявляли но ты не знаю вот я тебя за барабана и установила бы торжество добра может вот греки придумали в хорошем климате демократию а у них климата еще лучше бы они придумали была демократия не было демократия понимаешь супер демократия тахлократия греки к этому относились плохо а у греков демократия была с рабами знаешь вот когда все свободные граждане от когда у каждого по несколько рабов вот эта демократия по гречески в принципе такой демократии европейцы и строили во время колониальной экспансии в общем чтобы ты там не пиздел преступление белого человека не могут быть оправданы постройки каких-то там больно я не считаю что преступление я считаю что это естественное следствие развития европейской цивилизации есть какая-нибудь другая цивилизация развилась до такого уровня а вторая мировая тоже естественное следствие развития европейской цивилизации мировая смотри во первых там ключевые игроки социалистические страны и плюс опять мировая война это следствие версальского мира версальский мир это бомба заложенная под европу потому что страны антанты они слишком увлеклись и обложили германию слишком серьезными контрибуциями то есть грубо говоря немцы они не могли смириться с таким положением вещей которые ну то есть с разделом мира после первой мировой войны и поэтому тем не менее ты описываешь как естественные факторы так стало быть это для тебя все колониализм естественно блять вторая мировая естественно нет колониализм это понимаешь это следствие внешней экспансии что вот какая цивилизация развилась настолько что она это следствие версальского мирного да какая раньше чего это следствие главное что ты видишь все это с одинаковой позиции что вещь просто приходит разные разные вещи но не суть такая вещи ужасные emitism нужно осуждать это логини все естественно так проще всего говорить как sortedo верть все произошло потому что она произошла мы не можем как бы обсудить точно ги Dalton потому что она жизней произошло а то что произошло будь то версальский мир или политика блять христианского европейского мира, оно уже произошло. Экспансия Третьего Рейха, она не вела к тому, что росло благосостояние покоряемых народов. И более того, вожди Третьего Рейха, они хотели как раз эти самые покоряемые народы уничтожить. Потому что помимо уничтожения евреев и цыганов, они также хотели сократить численность славян и всего прочего. Когда это такая колониальная экспансия, то да, это действительно очень плохо. Но есть совершенно другая формула колониальной экспансии. Это когда колониальная экспансия таки приводит к росту благосостояния, уровня жизни, медицины, образования среди тех, кого ты этого не делаешь. Люди, чувак, вообще у них денег не было. А каком росте благо... Они прекрасно натуральным хозяйством обходились, ебались, жили в семье по 50 детей. И ты приехал и такой... После того, как вы стали работать на нашей хлопковой фабрике, благосостояние выросло в миллион раз. Раньше у вас вообще ничего не было, а теперь мы даем вам один цент за рабочий день, и вы можете его потратить в нашем же магазине, блядь. Вот как все выгодно, блядь. Ну опять-таки, процент, как бы детская смертность сократилась, доступ к медицине и образованию увеличился. Да они раньше так плодились, что всем похуй было на детскую смерть. Да, они сейчас могут плодиться, только у них дети уже не будут умирать от всяких болезней. А попробуй-ка ты плодиться, когда ты работаешь, и тебе говорят, негры, солнце еще высоко, ебашь, ебашь, ты приходишь домой после... Так наоборот, наоборот, твой как бы хозяин, он как раз заинтересован в том, чтобы ты плодился, чтобы у него больше рабов было. Понимаешь? Угу, конечно. И причем они... Ну вот он, наверное, они даже занимались селекцией... Вот он твою жену и выебет. Не, ну это уже... Пока ты будешь уставшись, отказавшими ногами спать, и у тебя все будет тело болеть, он твою жену отпользует, чтобы, блядь, у тебя родился его басад. А ты, кстати, знаешь, что законы апартеида, они как раз это ограничивали, что, типа, белый человек не мог с негритянками сексом заниматься. Так что апартеид, по твоей логике, это хорошо, чтобы, типа, белый... По моей логике вообще любая дискриминация отвратительна. Ну что ты такой говоришь? Тебе с донатом пишут, что ты куколт. Бля, мужик, можно в любом моменте выискать какое положительное влияние, знаешь, но это не оправдывает того, что само по себе это ужасно. Так, понимаешь, что ты делаешь? Эти действия, они не нуждаются в оправдании. Детская смертность уменьшилась, зато взрослая, блядь, возросла нахуй, ёпта. Блядь, детская смертность, блядь, уменьшилась. Да и срать на этих детей. Там, я тебе говорю, рожали их, блядь, хуй знает сколько. Ну, научились лечить детей. Для чего? Чтобы эти дети потом выросли и пошли прислуживать, блядь, и быть рабами, блядь. Ну, охуенное спасение от детской смертности. Молодцы, блядь. Спасайте, вы просто... Почему сразу рабами, слушай? Ну, в современном мире нет такого больше уже, чтобы, типа, там кто-то у кого-то... Ну, я же говорю не про современный мир, а про колониальные времена. Нет, а мы же должны рассматривать эти события в их естественной динамике, да? То есть от того, с чего это началось, к тому, к чему это пришло, да, сейчас, в настоящее время. А в настоящее время это пришло к тому, что у этих людей теперь электричество, интернет, водопровод, понимаешь, развитая система промышленности, сельского хозяйства. Да, автоматы Калашникова, банды, блядь, государственные перевороты каждые два месяца. В Африке, да, в Африке, да. А в Юго-Восточной и в Восточной Азии все хорошо, все заебись. Ну, блядь, тем не менее, нахуй. Может, не стоило ли здесь вообще никуда? Посмотри, как живет Япония после поражения во Второй мировой войне. Казалось бы, да, две атомных бомбы. Курилу требует до сих пор, как она живет. Да, 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 две атомных бомбы на них сбросили. Пиздец. Всех колоний лишили. Значит, кучу народу поубивали. Тем не менее, так хорошо, как сейчас, Япония вообще никогда не жила. И что? Так, ну, и... И как это оправдывает? Знаешь, вот давай еже... Никак не оправдывает. Представь себе гипотетическую ситуацию. Представь, что у тебя, короче, ну, я не знаю, опухоль, не дай бог, конечно. И я подхожу к тебе и пизжу тебя, блядь, поебалу, ты едешь в травму, тебе делают рентген, просто проверить, нет ли перелома, и находят опухоль, исцеляют ее, и со временем ты, типа, че мне, блядь, руку пожмешь? Спасибо за то, что ты меня ебнул, что я бы умер, блядь, с этой опухоль. Ну, это некорректное сравнение просто. Да, корректное абсолютно, блядь, ебты, что, типа, именно благодаря мне ты вообще узнал про то, что можно, блядь, сделать рентген, излечился и прожил на несколько лет дольше. У тебя это... Но я-то, блядь, мои намерения едва ли были благими. Я тебя хотел ебнуть. Так и здесь. Из колонии хотели сделать придатки, которые для метрополии бы бесконечно снижали. Да, а в итоге только больше денег вбухивали туда. У них не было благого интереса. Они строили больницы для того, чтобы люди дольше жили и дольше работали. Не было благого интереса, и поэтому они больше денег всрали в эти колонии, чем они получили от эксплуатации этих колоний. Охуйня. Так они думали, что эти колонии будут на миллион лет, блядь. Там срок окупаемости через тысячу лет бы точно, блядь, вышли в плюс. Ну, никто же тогда не планировал такой хуйни. Но все-таки, блядь, чувак, они едва ли хотели помочь. Ну, я сейчас говорю, чисто эмпирически, в общем-то, то, как жила Индия, допустим, под властью колониалистов, и какой пиздец там начался после так называемой независимости. Ой, ты, наверное, хочешь, чтобы они вернулись в Индию. Очень многие индийские интеллигенты современные, они хотят, чтобы все отыграли назад, и как бы Ганди хуесосят. Давайте, да, насрем на могилу Махатмы Ганди, и вернем, блядь, Индию Британии. Индусов, которые в бюст Махатмы Ганди плевали просто, когда они его видели. Вот, смотри, значит, Гонконг тот же самый, да, когда он был под британцами. Это где, это где вот сейчас бунтует непрерывно? Да, 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 смотри, смотри, смотри. Ой, Ежи, они так довольны. Пока они были под британцами, у них все было хорошо. А сейчас их вернули Китаю назад, и они бунтуют, они недовольны дико, что, блядь, пиздец начался из-за китайцев. Ежи, а давай тебя им отправим, чтобы ты объяснил им, что это, на самом деле, им услугу оказали, как бы, что это нормально. Они это знают, Юра, Юра, все прекрасно. Я был в музее Суньяцена, и там, в принципе, люди, которые там в этом музее работают, они таких же взглядов и придерживаются. Ну, может, ты и протесты там успокоишь, объяснишь им, что они не правы? А зачем успокаивать протесты? Наоборот, протесты должны быть еще сильнее, потому что китайцы-петухи как бы навязывают им правительство коммунистическое. Пока они жили под британцами, у них все было хорошо. Вот к вопросу про белый колониализм, там, White Guilty и прочие вещи. А сейчас их британцы вернули назад к Китаю, и все, и пиздец. Как бы на улице давно воняет. Тараканы размером скотят по улице бегают, и пиздец, нищета. Такие дела. Я говорю, ты во время холодной войны за кого болел-то, блядь? За... Западный блок. Вот ты пидор, блядь. Вот мы выяснили, что он пидор. Ну, Черчилль, все дела, капитализм. Что с тобой уговорить, щепи, даркубе. Счастье, капитализм, вся хуйня. Не, брат, так нельзя. Так жить нельзя. Как ты призываешь, что ты оправдываешь, это... Это не прогрессивный выход. Возможно, самый простой. Прийти, везде всех захватить и показать, как надо жить. Но нет, это не со всеми сработает, это, блядь. Мы такое не одобряем. Мы не на Твиче, но мы не одобряем. По крайней мере, я, блядь.